Сегодня у кинохраньёров ответственный день. Нужно провести съёмки для журнала, посвящённого советской женщине. Товарищ Ашурков, этот журнал будут снимать только женщины. А Шуркову ничего не остаётся сделать, как снять отъезд кинооператоров. С чего же мы начнём киножурнал? С центрального телеграмма. Посмотрите, сколько телеграмм здесь сегодня принимают и отправляют. И телеграммы преимущественно поздравительные. Отсюда они расходятся по всей стране. Товарищ Рейзман, снимите, пожалуйста, Александру Ершкову. Это одна из лучших телеграфисток Москвы. Интересно, кого поздравляют в этой телеграмме? Марии Дмитриевну Гортову. По этому адресу в подмосковный совхоз Лесные Поляны приехал кинооператор. Но знатной доярки нет сейчас на ферме. Она дома. Мария Дмитриевна Гортова надоела свыше миллиона литров молока. Она герой социалистического труда и мать-героиня. Коля очень доволен своим новым костюмом. В Сталинопаде уже весна. Кого же так радостно встречают? Знатную лётчицу, налетавшую 2 миллиона километров. Командира экипажа Марию Васильевну Салову. Юра первый поздравил свою маму. Сегодняшним рейсом она начала третий миллион километров. Поздравим и мы её с большим успехом. Вы слышите эту музыку? Мы с вами уже в Молдавии на строительстве Дубасарской ГЭС. Поднимемся наверх к знатной электросварщице, депутату Верховного Совета СССР Евдокии Сандуб. Но она не хочет сниматься на стройке. Это понятно. Она в комбинезоне и в маске. Вот дома это уже совсем другое дело. Оператору повезло. Он теперь может снять не только Евдокию Апанасину, но и её подруг. Мы в Одессе. Крупнейшим научным учреждением страны, институтом вакцины сывороток имени Мечникова, руководит Нина Денисовна Анина Радченко. И вы, конечно, расскажете нам о том, что она автор сорока научных трудов, доктор медицинских наук, что её пятый раз избрали депутатом в Одесский Совет. Не так ли? Да, но не только об этом. Я хотела бы рассказать ей о том, что Нина Денисовна очень хорошая хозяйка, что она заботливая бабушка и прекрасная рукодельница. Посмотрите на её работу. Красиво? Скажите, почему на экране дрейфующая станция? Там же нет ни одной женщины. Да, но туда устремлено внимание всех советских людей и особенно матерей, жёны, детей, полярников. Пожалуйста, знакомьтесь. Нина Николаевна Толстикова, жена начальника станции Северный полюс 4. Их дети Надя и Эдик. Жена радиста Завидеева, Евгения Алексеевна и дочь Ира. Вера Корнеевна и Ира, семья кинооператора Яцуна. А это Прасковья Филипповна, мать гидролога Дралкина, и его жена Наталья Акимовна. Пожелаем им скорейшей встречи с отважными полярниками. Это один из самых юных городов нашей страны, Новокуйбышевск. У Вали, Нади и Нины сегодня большой праздник. Вместе с отцом они едут в гости к маме, в Куйбышев. Разве мама живёт отдельно? Пока да. Недавно она родила четырёх близнецов. Сколько? Трёх сыновей и дочку. Это прекрасно. Да, простите, я забыл спросить, как фамилия этой семьи? Прибытковы. Мы на кондитерской фабрике «Большевик» в Москве. Здесь работает лучшая комсомольско-молодёжная бригада Надежды Кодиной. Ну, конечно, разве можно обойтись в нашем журнале без кондитерской фабрики? Наш оператор Майя Попова снимает тортовый цех. Здесь прекрасно работает бригадир Евдокия Андреевна Ожина. Её изделие пользуется большим успехом у потребителей. Люба Бонкина – лучшая продавщица гастронома номер два. Товарищ Бонкина, скажите несколько слов нашим кинозрителям. Вот видите, сколько работы перед праздником. Зайдите, пожалуйста, после окончания смены. Пожалуйста, товарищ. Спасибо, вас уже засняли. Заметьте, в эти дни, накануне 8 марта, здесь большинство покупателей – мужчины. Но и женщин немало. У каждого ведь хочется сделать красивый и приятный подарок. В поисках чемпиона мира по конькам кинооператора позвонили в гостиницу «Москва». Слушаю. Жукову? Её нет. Только что ушла. Куда? Кажется, она говорила, вот Илья любым. Нет, вы посмотрите, может быть, она в парикмахерской. Загони, загони, ты лукаво кричишь мне в ответ. Мы опоздали, она только что ушла. Оказывается, не только женщины готовятся к 8 марта. Нет её и здесь, в косметическом кабинете. Сколько надо перенести, чтобы стать красивой. Какие красивые новые модели. Нам некогда заниматься сейчас туалетами. Мы ищем Риму Жукову. Ведь это же явно не она. И это не она. Ну а в ГУМе разве её найдёшь? Что же нам делать? Значит, в нашем журнале не будет чемпиона мира. Вот Рима Жукова. Я её снял в Финляндии. Догоню, догоню, ты теперь не уйдёшь от меня. Догоню, догоню, ты теперь не уйдёшь от меня. Сегодня, в Международный женский день, мы поздравляем в её лице всех советских спортсменок. Москва, Ярославский вокзал. Повторяю. 25-го пути. Отправляется курьерский поезд номер 4-й. Москва, Владивосток. Наш кинооператор хочет снять знатного машиниста Ксению Максимилианну Ломоносову. Она наездила уже более миллиона километров. На этот раз кинофроника, кажется, опоздала. Прошивайтесь. Смотрите, то, что невозможно на транспорте, возможно в кино. Товарищи женщины, поздравляю вас. С праздником. И желаю вам по нашему, по железнодорожному, зелёную улицу. В вашей жизни, в труде и в учёбе. Ну и всего хорошего. До свидания. Поезд ушёл вовремя. Наши операторы не опоздали. А возвращение поезда – это киношутка. Счастливого пути, дорогие товарищи. Желаем вам больших успехов в освоении новых зверь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...